20 июля 2000... Ух ты, Господи! Куда ж ты? 20 июля 2024 год. По поводу... Я просто 17 числа выложил видео. И мне в комментарии пишут, зачем вы дарите людям призрачные надежды. Исключительно по этому поводу сейчас сделаю видеозапись, хотя уставшие капитали. Это видео сделано было в блиндаже, в окопе, который рыли не мы, не вооруженные силы Украины. Это были российские блиндажи. Понимаете? Вы говорите мне про призрачные надежды? Это подработано на блиндаже. Я провел дежурство в российских блиндажах. Какие призрачные надежды? Мы сегодня только вышли оттуда. То есть я вот там постирался, покупался, но еще не отоспался, поэтому такой чумной немножко. Просто делайте скидку. Это не потому, что я пессимистичен или еще что-то такое. Что значит призрачные надежды? Мы начинали воевать просто этой расистской мразотой еще в 2014 году. Вот тогда можно было спросить, куда вы пытаетесь? Вы что, не понимаете разницу между второй армией мира и вами, когда мы призыв в армию отменили в 2013 году в Украине? И нам никто не помогал, да, в 2014 году. Никаких Петриутов у нас не было. Никаких там, я не знаю, Джавелинов не было. Макс Прой и всего остального. Что значит призрачные надежды? Вот это сегодня аэротром там расхринячили в Миллерово. Это что, призрачными надеждами мы пытаемся, что ли? Сейчас, котик, сейчас. Все идет дольше, чем хотелось бы. Я лично думал, что в 2023 году мы там дойдем до Азовского моря, до Крыма. Ну, не все зависит от нас. Многое от нас, но не все же от нас, да, там дадут вооружение. Вот не дали столько вооружения, сколько надо было в прошлом году. Я уже не говорю про то, что до сих пор... Я уже не говорю про то, что до сих пор и в 16-х лет. И тем не менее мы их хрнячим. Ну, правда же, да? Вот эти вот наступления, которые ведутся на данный момент. Ну, куда же ты, господи, ты меня все поломаешь. Они даются такими количествами. То есть я это вижу просто. Я не знаю, зачем, не надо мне верить. Открывайте там, я не знаю, YouTube, TikTok там. Не обязательно все иди своими глазами. Посмотрите, что выкладывают пацаны. Понимаете? Вот эти мясные штурмы, когда они идут, блин, пешком. Ну, они, правда, пешком идут, блин. Это, блин, я не знаю. И давно уже довольно, да? То есть что, какие ложные надежды? Что Байден, Трамп там, это вообще... Понимаете, в 14-м году этого не было. Мы все равно воевали, у нас погибали ровно так же пацаны. У нас были там халаши, блин, и гранаты. Пожалуйста. Пулеметов не было. Поначалу, да, ДРГ-шники приходили, нас убивали. У нас не было пулеметов, греба-да. Ложные надежды. Я... Это не надежда. Я просто знаю, что Российская Федерация сдохнет. Я в 15-м году, в 14-м году это написал, что Третий Рейх после аннексии Судей продержался 7 лет. И Российская Федерация после аннексии Крыма продержится не намного дольше. 10 лет прошло, блин. Я думаю, что, блин, она крякнет, блин, нафиг, блин, в следующем году, аж бегом может это случиться. Совершенно не вижу повода, блин, не развалиться, блин, нафиг, этому раковому образованию, блин, как развалилась Российская империя, как развалился Советский Союз, блин, в следующем году. Я, опять же, 12-го июня 14-го года сказал, россияне, говорю, как украинец, не на тех вы напали. Не на тех напали. Вы просто не понимаете, что такое украинцы, блин, понимаете? Когда вы говорите западенцы, это вот фарен, кстати, грохнули, блин. Вы, кстати, тоже, ребята, еще больные, что ли. Да, я тоже терпеть не мог. Ну, блин, что, убивать нафиг человека безоружного из-за того, что у него язык поганый? Ну, вы серьезно? Ну, ладно, это отвлечение. Сбился в смысле, блин, с этим фарионом, блин. Когда говорят, что там русские, украинцы, то есть восток Украины, я с Харькова, да, там, западенцы, блин, это два разных народа. Вы что, утырочки, а чеченцы, блин, с бурятами, ничего, что они один русский народ, да, по-вашему, как, вот растение распадется, блин. Российская Федерация, Россия распадается, начиная, блин, с 1917 года. И продолжается это перманентно, блин, нафиг, и закончится, я не знаю, когда, может, уже не при нас, там останется размером с Аджарию какая-нибудь утырочная область, блин, нафиг, блин, где соберут этих русских, которым будет еще не стыдно называть себя русскими. Которые настолько не будут иметь доступа к средствам информации, что они одупляться, что, блин, просто стыдно, блин, нафиг, называть себя россиянином, блин. Потому что ты утырок хуже, блин, нациста, блин, Третьего Рейха и Германии, блин, в районе Второй мировой войны. Ложные надежды, призрачные надежды. Какие призрачные? Они валяются вот на этих блиндажах, где я, блин, откуда меня сегодня вывезли, блин, да, ну не меня, нас, да, поменялись мы. Там топа трупа валяются до сих пор, иссохшиеся уже российские, понимаете, вот этих утырков, блин, нафиг, ложные надежды. С большим удовольствием, нафиг, будем их кромсать хорошо, нам помогает сейчас, блин, и Америка, Америка, они будут помогать еще раз, говорю, придет этот Трамп утырочный. Я, честно говоря, уже даже не думал, что американцы уже покушались на него, и, наверное, блин, все-таки кто-то доведет дело до конца, потому что этот гребаный клоун, ну, ладно, это не мое дело. То есть нам свои работы, понимаете, у нас там есть Норвегия, Польша, блин, нафиг, я не знаю, блин, нафиг, Европа вся, Япония, Австралия, блин. А ровное количество стран понимает, что нельзя в 21 веке быть вот такому лысому гному, блин, нафиг, который берет и по своему желанию начинает уничтожать в Европе, в центре Европе сотнями тысяч людей. И страна эта грабанется, и пляшивый этот карлик, блин, я не знаю, где-то может в бункере закончат, как Хитлер, а может, я не знаю, блин, там где-то табакерка его на шарфик повесят, призрачные надежды. Я, конечно, хотел бы до этого дожить и посмотреть на это, но вполне допускаю, что, может, и не доживут, да. Ну, да, прилетает, и, блин, стреляет, и погибает, и калечит, и все остальное. Я точно знаю, что Рашистская Федерация, блин, грабанется, а нафиг, в самом ближайшем будущем, при нашем активном участии, ложной надежде. Непосредственно участие, блин, нафиг, а не ложной надежде. Все буду в Украине, не переймайтесь.